Как я и говорил, что в том году мы прыгнули просто на две головы выше, заняв третье место, и что в следующем сезоне будет намного сложнее. Собственно, мы занимаем 12 место после 15 туров. И одна из главных проблем этого сезона, то что каким-то хреном в чемпионшип вылетел Лестер. И вы просто гляньте на их состав. У них играет Тило Керрер, тот самый молодой талант из ПСЖ, они его купили. Они настолько охреневшие, что у них даже Варди вот с такими весьма офигенными скиллами даже в основе не играет, он у них в дубле. И как мне вот с этим вот конкурировать? Ну, у них есть Рафинья, который в Барселоне играл, Джеймс Мэдисон вот с такими скиллами, Бен Чилвилл, который вызывается в сборную Англии. Даже сверххлопец Александр Зинченко. Поэтому одно место, которое дает право на выход напрямую, скорее всего уже занято. По факту бьемся за второе, но знаете, я так смотрю на турнирную таблицу и учитывая некоторые результаты, особенно опять у нас был ужаснейший отрывок, где мы два месяца не побеждали в чемпионшипе, скорее всего сезон потерян. Может быть каким-то чудом, конечно, я зацеплюсь за плей-офф, тогда я вам это покажу, но скорее всего это будет очень тяжело сделать. Мы выбили Тоттенхэм в Кубке Лиги, причем Тоттенхэм играл основой, ну как основой, Трипье, Кулеболис, Санчес, Рос, Гнабри, Кейн. Это повод для гордости, скажу я вам, но в остальном сезон складывается довольно ужасно, причем команда играет, вот реально играет паршиво, хотя хуже по составу она не стала. Да, нас покинули, получается, Белланова и Робертс из основных игроков, но я их в принципе заменил местами не так качественно, но сейчас все видите. В общем, первый мой трансфер, сразу же просто великолепное попадание, это новый, не знаю кто есть, великие североирландские цапники. Ну в общем, это новый Чарли Хиггинс, на самом деле я его подобрал, потому что мне его очень сильно посоветовали скауты, вот у него 5 звезд, все дела. И у него были закрыты скиллы, и то, что я видел, казалось классным. Ну я подумал, типа чувак валяется на фри, там требует 500 баксов, вдруг урву лакомый кусок, но судя по всему это какашка. На левый фланг я взял чувака, похожего по скиллам на Белланову, то есть быстрого, с кое-какими опекой отбором и кое-какими пасом и навесами, и неплохой менталкой. Пока ничего конкретного по нему сказать не могу, но как для фри, опять-таки, по-моему, футболист довольно годный. Пока не забыл, тут такая тупка была, мне в принципе нужны были игроки в центр поля, и на фри валялся вот такой персонаж. Я думаю, что те, кто играет в FM, знают его, буквально 2-3 части назад он считался очень крутым и перспективным, но сейчас скатился до чемпионшипа. Но для меня это был бы отличный опорник. Я предлагал ему 30 тысяч в зарплату, он перешел в Бристоль, хотя Бристоль играет еще хуже нас, поэтому я не... В чем вот логика игры? ЗП в два раза больше, команда по уровню хуже. Почему? Может там какой-нибудь Кент его играет, я не знаю, не знаю. Еще один американец на фри был подобран, это Кэмерон Картер Уикерс. Это скорее замена Ламинакане, и в принципе им я больше доволен, чем нет. У меня пока что скромная оценка, но мы вообще в этом сезоне, говорю, хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хреново играем, поэтому... Ну, по скиллам он хорош, да? Он сильный, почему-то довольно толстый, что с таким ростом. Может быть накачанный, ничего, прям как я накачанный. Но так он хорош. Нам нужен был запасной галкипер, и вот такой вот вариант нам достался. Ну, хоть что-то. И это главная, наверное, проблема этого сезона, это Доди Луки Бакио. Он, сука, не Доди, он Додик, потому что это как бы сменщик Робертса. Да, такой же быстрый, техничный, с дриблингом, но, как бы вам так сказать, он типа Бензема в худших его проявлениях. Да, конечно, он в аренде, из аренды, то есть, поэтому не так обидно, всего 8 тысяч баксов в неделю за него платим. Но, сука, он в каждом матче порит кучу моментов. То есть, он быстрый, он убегает, он довольно сильный, крепкий, высокий, он всех расталкивает. Потом оказывается перед воротами и бьет вправо, влево, выше, ниже ворот, даже, возможно, назад, над собой бьет, но только не в ворот. Вот, то есть, уже 15 матчей и всего 1 гол, это кошмар, это просто ужаснейший игрок. Вот тут вот я неплохо так лоханулся и взял двух ПЗшников. Это Рунаюль Пьер Габриэль, как звучит-то, и Рис Джеймс. Помните, у меня был Рис Джеймс, не буду сейчас его искать, но, в общем, был у меня Рис Джеймс, ЛЗшник, в общем, круговорот Рисов Джеймсов в природе. Этот намного круче, чем тот, но того я взял в начале, потом такой ковыряюсь опять на трансферном рынке и просто совершенно случайно наткнулся на этого парня. И подумал, ну а почему бы и нет, тем более они оба в аренде, оба получают довольно маленькую зарплату, 9 тысяч и 6 тысяч, типа, не жалко. Поэтому обратно его уже, так сказать, не послать в Монако, ну и ладно, пусть сидит, любуется королевством Сандерлин. Так как нас покинул Уилл Грик, изначально я хотел взять Доминика Саланки, но он выбрал Лестер в аренду. И я взял Амине Гаури, и, по-моему, я не ошибся, он неплохо так забивает голы, 17 матчей, 8 голов, к тому же развивается. Я сомневаюсь, что нам его продадут, потому что он очень такой перспективный чувак. Я делал в том году, типа, топ лучших игроков через 10 лет, то есть я смотрел тех, у кого максимальный потенциал в игре. И там вот был Амине Гаури или Амин Гури, не знаю, как его читается фамилия, но, в общем, он крутой. И, надеюсь, все-таки поможет нам как-то из этого говна выползти. И еще нам нужен был креативный игрок в центре поля, потому что все, кто там играет у меня, у них пас в районе 13-12, то есть отдать пас, сделать какой-нибудь хитрый маневр некому. Поэтому, опять-таки, из аренды я взял Максима Лопеса, француза, и пока что он не очень себя проявляет, но у него была травма, и впереди еще куча-куча туров, в общем, возможно, он себя еще покажет. И да, друзья, реально, бомж трансферы, потому что потрачено 0 долларов. Давайте-ка сейчас сыграем матч Кубка Лиги, потому что на чемпионат я пока что не то что подзабью, но пока что его нет смысла показывать. Если в конце мы сможем собраться, так сказать, и вырваться хотя бы в зону плей-офф, тогда вы увидите стыки. А пока что вдруг кубок возьмем, прикиньте, Еврокубки, да? Тем более я одел голубую футболку, это символ победы, вы спросите, что за бред? Почему бред? Последнее время голубые везде побеждают на Этели, и у них прям прет. Поэтому сейчас у нас матч с Престоном. Кстати, на Фри я мог подобрать, знаете кого? Знаете кого на Фри я мог подобрать? Этого парнишку. Видите, он в Динамо Киев перешел на Фри. Вот. И я ему даже предлагал контракт, и он, в принципе, соглашался, но потом Динамо Киев его перебили. И получается, чувак перешел из Шахтера в Динамо Киев. Нифига себе, друзья. Ну, я думаю, что на уровне нашей лиги он был бы офигенным цапником, именно за счет менталки. Но не срослось, не срослось. Я даже прям стал чувствовать, что команда перестала мне доверять. Вот смотрите, никто не мотивируется моими речами. Насколько я знаю, в Кубке Лиги нет переигровок, и к тому же нет дополнительного времени. То есть сразу бьются пенальти. Тем временем Престон нас прижал. Джонсон. Наверное, Карл Джонсон, судя по его модельке, из San Andreas. Хинц. Но, чуваки, может быть, по ногам? В английском стиле по ногам? На дороге Кина взять в ассистента, и он бы показал, как нужно по ногам Джонсон. Долгая, затяжная... Долгая, затяжная атака. И это, собственно говоря, гол. Опять вот просто мешки. Вот мешки. У меня других слов нет. Как мы в том году умудрились взять третье место, я просто не понимаю. Потому что состав сейчас тот же самый. Какой кошмар. Состав тот же самый. Два удара, два. Прям фифа какая-то, знаете. Фифа нас натуральная фифа. Три удара, ноль в створ. Видимо, все удары наносят Луки Бакио. Уже шесть ударов, один в створ. Ну, понятно, опять по ударам мы лучше. Десять ударов, да. 110 ударов. А голов-то все равно нет. Потому что у нас в нападении Луки Бакио на великолепто. 13-14 ударов. Куда, правда, эти удары идут, я не понимаю. Нам их не показывают, наверное, потому что они слишком опасны. Для моего психологического здоровья. Продолжайте в том же духе. Да, отлично, ребята. Мы всего лишь всираем 0-2. Давайте в двух форвардов сыграем. Я, наверное, уберу матча. Да, вот так вот. Два нападающих. То, что нужно нашей молодой команде. По-моему, Кипер отбил членом. Судя по месту, куда мяч попал. Это явно были не руки. Саму подает. Вынос Дэна Берна. Магуайр. Ну, Луки Бакио великолепно вынес. Прямо вот. Ааа. Ну, как можно нанести поворотом 20 ударов? Из них 9 в створ. И даже ни одного момента нам не показали. Кстати, у Престона на воротах играет чувак с фамилией Рад. А у нас Радди. Возможно, Рад это, так сказать, израильский брат. Луки Бакио. Типичный гол Луки Бакио. Израильский брат Радди. Если вы понимаете, к чему я... Ааа. 23 удара. 9 в створ. Ноль голов. Ну, а сейчас, наверное, будет третий. Можно спокойно идти отдыхать. Я так понимаю. Стоит жесткий прессинг. Как вы видите, да? Прессингуют. О, мама не горюй. Просто мышь не про... Ха-ха-ха-ха. Да! Да, пацаны, красавчики. Просто. Просто. Красавцы. У меня голова заболела от такой игры. Престон-то по составу команда еще дерьмовее нас. Ну какого хрена? 27 ударов. Куда вы их били-то, а? Вот такие вот, друзья, мучения у меня в этом сезоне. И они еще будут продолжаться. Если вдруг сможем, так сказать, вырулить на дорожку исправления. Сука. Как Ихиначо играл целый тайм, что у него 92 стамины. То есть он вообще не устал. Вон, чуваки, по 67. Ну, да, два тайма. То есть, ну, грубо говоря, по 15, по 16 стамины улетало за тайм. У этого 8 улетело. Даже меньше, потому что по любасу там была не сотка. Ты просто ленивая задница, Ихиначо. Как, в принципе, и вся команда, друзья. А если вы не ленивые задницы, то вы поставите лайк этому видосу. В общем, всем удачи. Всем пока. Надеюсь, еще увидимся в этой замечательной карьере.